Ольга, Тюмень. Снег на участке полметра. Груша и семечек полностью под снегом. Ой, жалко как. Несколько над снегом. 5-7-9. Надо ли угорать снег до земли, чтобы не спели. Или сделать это ближе к весне, когда снег на счет тает. У груш, да, беда страшная. Они даже на ровном месте, без холлов, даже на будущее, на ровном месте, могут за 5-10 лет сгнить все равно. Настолько они не любят сырость. Вот. Вся вся эта проблема переносится на зиму. Полметра это много. Действительно могут смотреть. Вот. Ну, потом они когда заматеряют, может быть, этого не надо будет делать. Они сами вырастут в себе. Будучи 5-10, 20-летними, они вырасят в себе сами холмы искусственные. Ну, то есть, сами. И тогда, может быть, станет легче. Но надо, чтобы не сопляли первые воды. И тогда, получается, откапывайте. Может, и до самой земли. Я надеюсь только, чтобы на холм посадили. Вот. И на самом-то деле, у вас там не 40-50, а может быть 20-30. Тогда не так страшно. Вот. Даня. Сейчас засыпать ничего им не будет. А Даня, с одной стороны, вопросы задает. А с другой стороны, он явно не новичок. Вот. Так. Ну, честно говоря, я не совсем понял ваш совет и для чего. Идем дальше. Свинина, Архангельская область. Больше 35. Сегодня было 47-45. Вот. Что с вашим садом будет, Михаил? Что будет? Единственное, я когда видел ваш сад, я видел, что вы его не калечили. Одна надежда на это. Алексей Хабаров, здравствуйте. Лобасов, добрый вечер из Смоленской области. Сергей Александрович, на склад, здравствуйте. Валентина Круган, здравствуйте. Виктор, можно ли сейчас заказать костик персиков и семечки культурных грузов? Да, можно. Почему? Ну, костик и персиков уже где-то рядом. Абакани, раз. Еще раз говорю, я считаю своими. От меня попали в Брянск, а от Брянска возвращаются. Так, я не думаю, что за эти 34 года они потеряли водостойкость, пожив там, в Брянске. Теперь, семечки культурных груз, пожалуйста. В общем, заказывайте. Как ко мне попасть? Ну, мой электронный адрес всегда найти можно. Вот, если что, в WhatsApp задайте вопрос. Вышли вам каталог или адрес, чтобы заказать каталог. Мария, здравствуйте. Артем Шилов, здравствуйте. У нас снег по колено. Сегодня был дождь. Ой, натромороз 30. Как полевает на... Плохо полевает, что там говорить? Вот. Да, у нас тоже был дождь, но ледяной дождь. То есть при 0 градусов. Был сильный дождь. Очень сильный. Нет, не так. Он не был сильный, но он был. Вот. Ну, все-таки они не проснулись. Допустим, снег по колено. Дождь смотрят при плюс 5, 10 или при 0. Главное, как почки себя ведут. Если они спят, то мороз 30 градусов на них не подействует смертельно. Вот. Но многое еще зависит, в какой сорт. И главное, от кого. Валерий Константинович пишет, Мария. Скажите, пожалуйста, вы проверите черенки яблок. Фактически я заканчиваю продавать. У меня остались где-то 5 черенков, где-то 3, где-то 2. Вот. Их пришлось... У нас была засуха нечейшая. Она повлияла на то, что не стали яблони, груши, сливы, абрикосы, вишни. Они не стали давать приросты, как обычно. У меня вишних много, и девать некуда. А как бы окуклились. До самых верхушек все в плодовых почках. Впервые я такую картину видел на 38 лет. Вот такая была дичайшая засуха. Без дождей, вообще без дождей. Вот. И получилось, ну, где-то смог черенки срезать. Вот. Я больше радуюсь, когда заказывают абрикосы. Вот уж кому по барабану. У меня полно козчик абрикосов. Ну, черенков абрикосов. А яблони. Сейчас вот эти те люди, которые мне заказали козчики персика, а я им не выслал, потому что они еще заказали яблони и груши. Вот сейчас с ними разберусь. Буквально завтра, после завтра. Потом посмотрю, что останется. Может быть, еще несколько посылок, которые будут абрикос, слива, груша, яблони. Поездку черенкова, может, еще выполню. Но вообще, худо-худо, конечно. Сергей нарезался без ограничений. Ему надо питомник поднимать. Тверь, Борис Соловьев, всем добра и света. Баскирия 40-45. Господи, я как вспомню, это персики хасанские, Баскирия. Что с ними будет? Они вот такие же мощные, как показывал сегодня. Их укрывать поздно. Теперь только ждать чудо. Ой, будем ждать. Верослава, это Санкт-Петербург. Вы говорите, май для Европы. Поздно персики высаживать. А если снег еще лежит, подскажите, как правильно. Нет, может быть, мы не поняли. Везде невозможно понять. Вот, допустим, апрель, да. Где-то снег оттал, где-то снег лежит. То есть, где-то уже оттаяло пуча, можно садить, а где-то снег лежит. Это может быть в любом регионе Европы, Азии, где угодно. Вот, я говорю, как бы это примерно. Вот, например, есть возможность посадить в апреле. Надо садить в апреле. Самое, ну, когда в апреле можно садить оттянут до мая, лишние 2-3-4 недели. Вот садил, ой, не взошли. А почему не взошли? Мои наблюдения. С неба, солнце, хорошо бы еще дождик. И вот смотришь, только вчера еще все спало, и вдруг все зазеленело. Вот, в этот момент сходят семена любых этих самых культур. Любых, в том числе все посаженных вами. А вот оно зазеленело, все разливается, а вам говорится, я дождусь скорее майских праздников. А у вас уже майские праздники, это начало мая. А у вас оттаяло, допустим, начало апреля. И если вы не посадили в начале апреля, в начале мая у вас просто не взойдут. Понимаете? Вот это надо иметь в виду. Вот что я пытался как-то селенно-разъедину сказать. И наоборот. А они проснулись, они проклюнулись. Караул, а садить куда? Земля замерзшая. Вот это головная боль. По кошечкам, но в холод. Раз, что не проснулись. Вот так, Коровска. Еремин. Здравствуйте, уважаемые судоводы. Тарас Савельев Кочинник. Всех поздравляю с прошедшим праздником. Здоровья вам. Успехов вашим делам. У нас в Калининграде минус 30, тем большой снег. Ну, короче, дожились. От 30 до 40 слицем. Везде. В Алтайском крае зима началась с мороза в 39-40. У нас было три недели. Потом по-разному. Погодные качели. Сейчас плюс два. Умыв. И отралтай. Боже мой. Ну, ну что, мне это инфаркты доводить будете. Плюс два. И дождь со снегом. Ветер. И ожидаем, пусть завтра снова мороженое до 30. Ну, и спрашивайте, что? Если выживаете абрикосы, будет счастье. Много раз сняла косточки. Что такое сняла косточки? Сняла. Много раз. Не понял. Кусажево саженцы. Что-то умирает. Жалко, если время жалко. Что-то выживает. Но совсем мало. Мало выживает. Но я надеюсь. Жду весну. Надеюсь, что абрикосы будут живы. Вопрос. Можно ли выращенные из косточки абрикосы пересадить? Ну, пересадить-то, если необходимость-то можно. Эту зиму зимует третью. Если перезимует, хотелось бы рассадить. Близко. Ну, все же раньше я не сделаю. Но придется. Смотрите, ребята. Я дальше прошу ничего не писать. Потому что сейчас кто-то что-нибудь обязательно пишет. Так каждый раз. Я сейчас закончу эту тему. Итак. Значит. Дикие погодные условия. Именно многим придется начинать с нуля. Я не виноват. Не все у меня выписывали. У многих с рынка. Многие на что-то надеются. Многие делают селющуюся форму. Молодцы. Вот. Но. Перспектива. Вы видели, что творится. И состоялось. Так там называемое. Глобальное протепление. Вместо него 30, 35, 40, 45. Видели. Вот. Это наше с вами общение. Значит. Давайте. Если придется начинать с нуля. Или придется частично обновлять сад. Итак. Косточки. Только косточки. Саженцы ваши. А если влень нету. Итак. Косточки. Только косточки. Секунду. Я же. Правда сказал. Хитрая посадка. Чтобы мысли и души остались навсегда на месте. А то вы видите. Как человек пишет. Придется рассадить густо. Посадили раз навсегда на месте. Половина дела сделана. Морозостойка до 40 есть. У меня при 40 ничего не погибало. Отдельные ветки сухие. Но извините. Я деревья калечив каждый год. Это не способствует здоровью. Наоборот. Чудо. Что после этого мой сад еще жив. И вот про последнее лето дал огромное выражение. Невиданные. Неслыханные. Надо было все эти рекорды ставить. Геннессон. Так вот. Кстати. Что мне считает ставить рекорды? Падает это временно. Вот я когда-то рекорд по колонавитам я зафиксировал как. Я пригласил телевидение. Так. И это телевидение снимало что. А я тогда был дурак дураком. Надулся как этот. Вот. От гордости. У меня мировой рекорд по колонавитам я подхожу к дереву. Немножко под деревом лежало. Я говорю. Так. И. Я их педагогистративно выкинул. Камеру настроили. Я объяснил что я буду делать. Я начал трясти ямами. Вот. Я стряс. Пять ведер. Сейчас точно пять. А. Пятый поменьше. Вот. Это невозможно. Но колонна настоящая. У меня есть фотографии. Доказательства. Настоящая колонна. А до следующего года она умерла. То есть не проснулась. Вот это и есть то самое. Глупость смешанная со смелостью. То есть я добился своего. Я вырастил на семенах. На подвоях яблони. И получил компактное дерево с гигантским урожаем. Учитывая. Как это называется. Учитывая размеры колонны. Гигантское урожаем. Яблоко на яблоке. Вот. Но я убил своими руками. Я чему-то научился. Согласны? Вот. И получилось следующее. Это учебу я сейчас распространяю. Это значит, что надо быть поаккуратнее. Так. Надо начинать с того, что если уже посадил на постоянное место, то посадил. Надо знать эти же правила. Ни в коем случае. Надо. Еще кроме этого. Знать, что если пересаживаешь пол кроны, убираешь тогда. Сохранишь хотя бы. Хотя бы сохранишься с кроны. Вот это надо знать. Понимаете? Дальше не трогать дёрн. Не заливать водой. Не делать искусственный штаб. Вот. Дальше я еще кое-что расскажу в следующий раз. Более подробно. Но. Многим придется начинать с нуля. Или с середины. То есть часть сада погибла. Давай подсаживать. А подсаживать это значит, что уж этот сад должен выдержать уже минус 50. То, как я сейчас рассказал. Часть работы мной проделана. Повышенную морозостойкость. Головно сечения дают. Я 30 лет и 38 ждал, когда у меня погибнет сад. Мне пророчили. Ха-ха. Хоть до трех. У всех так было. Все прекрасно. Плодоносит. Идет 20, 22, 25, 28, 30, 35. И гибнет. И наконец я понял, что его обычно такой зимой вот какой-то пересаживаешь. Башкирия 40, 45. И его убить невозможно. Пропустит урожай. На следующий год двойной даст. Вот и все. Вся беда. Никакой беды нет. Ну что, будем заканчивать. Ребята. Для вас все задачи. Это мои семена. На них сейчас все основано. Вот. Не будет у вас их семян. Рано или поздно. А сады стареют. Дымой стареют. И я подсаживаю. Но я это делаю так умело, что я не заметил, что сад поменял. Сарта или все это самое. Давайте так. Последнее. Эльвира. Будьте здоровы. И вы будете здоровы. Так. Заканчиваем. Значит. Посылка с персиками уже рядом. Надо заказывать их. Я сейчас всем разошлю сухие. Еще день-два сухие. А потом я их все в песок и буду высылать. Ставить фиксированные. Но в ваших интересах заказать сухие. Так. Все, друзья. На этом мы расстаемся. Остановить трансляцию. До следующего поднедельника. Субтитры создавал DimaTorzok